Приветствую вас, дорогие друзья, подписчики и зрители канала Мать-Героини. Давненько я не выкладывала сюда видеоролики, уже сама соскучилась по этому каналу и по вашим, конечно, комментариям, просмотрам. В общем, решила сегодня заснять свое утро, обычное утро многодетной мамы с 10 детьми. Встаем мы вдвоем очень рано, и Саша идет управляться на хозяйство кормить телят, а я потихонечку раскладываю стирку, сушку, привожу себя немножко в порядок, ну и потихонечку уготовлю, разбираю тот беспорядок, который мог остаться с вечера. Бывает и такое, что не хватает силы все это разгребсти. Честно сказать, жизнь многодетной мамы, да еще которая находится в декрете и которая постоянно выполняет домашние обязанности, хоть и с помощью своего любимого человека и своих старших детей, все равно нагружена большим объемом работы. Ничего не могу сказать, Саша действительно очень помогает мне не только по мужским делам, но и по женским. Хотя, с другой стороны, я не знаю, кто разделил эти обязанности, ведь мы же растим детей вместе, трудимся вместе, живем в одном доме, и поэтому трудно сказать, какие здесь мужские дела, какие женские. Хотя, когда женщина идет и делает очень тяжелую работу, то тут сразу понятно, чья это обязанность. Не должна женщина надрываться, вот так я считаю. Просыпаются мои хорошие детки, мои дорогие, любимые булочки. Мы с Сашей ходим как сонные мухи, потому что ужасно не высыпаемся, ложимся поздно, встаем рано, как я уже говорила. И сейчас сидим, обсуждаем, намечаем планы уже на день, кому что нужно делать. Саша говорит, что ему нужно подготовить кормушки для телят и перевезти их туда, в другое помещение. Я хочу разобраться в доме, разобрать завалы очередные, пропылесосить как следует, все хорошо. Я люблю пылесосить. И, конечно, крошек, мусора всякого, очень много сыпется. Детки маленькие, их много, они постоянно играют, постоянно бегают, то на улицу, то домой, что-то приносят с ножками. А я очень люблю чистоту и порядок. Детки мне, конечно, очень помогают, всегда следят, смотрят, как я все делаю, и поэтому ждут своей очереди тоже пропылесосить, например, диван. Даже самый главный мой мужчина подходит ко мне и просит разрешить ему пропылесосить. Ну что ж, разрешу, пускай привыкает помогать женщинам. Ну, пока у меня есть свободное время, я, конечно, всех остальных девочек, которые просыпаются, тоже причесываю, одеваю. Вот, у Софии очень длинные волосы, за ними нужно все время ухаживать. Она очень красивая девочка с длинными волосами. Саша теперь тоже, Саша теперь тоже стала отращивать. Совсем недавно она попросила ей отрезать длинные волосы, а сейчас уже жалеет. Ну, так обычно и бывает. Ну что ж, у нас все-таки уже, хоть и не ранее, но утро, поэтому после того, как всех приведу в порядок, я обязательно всех начинаю уже кормить. И после кормежки мы уже занимаемся дальше уборкой и какими-то своими делами. Иногда выходим погулять. В основном мы гуляем по очереди. Маленькие, старшие. Старшие могут сами пойти погулять. А с малышами гуляю я. Женечка тоже проснулась. У нее сегодня планы сделать торт. Она ведет свой канал, кормящая сестра. И я думаю, что подробный рецепт будет на ее канале. Кстати, Леша тоже ведет канал Алексей Кухня. И по названию этого канала, я думаю, вы догадаетесь, какой там контент. Мою термопод, лимонной кислотой, опять стирка, сушка и так по кругу. Конечно, много всяких еще нюансов, которые я частенько не показываю. Например, вот чистка фильтра. У сушильной машинки каждый раз перед закладкой нужно чистить фильтр. И лучше всего его чистит пылесос. Раньше я его мыла, а сейчас именно пылесошу. Еще хорошо пропылесосить все вокруг. Всяких резинок уплотнительных. Открыть дополнительные всякие тоже. Здесь тоже находятся фильтры. И чем тщательнее вы будете ухаживать за сушильной машинкой, тем, конечно, дольше она прослужит. Все, после завтрака прибралась. Опять все пропылесосила, чтобы крошек не было. Сейчас уже пылесошу нашу прихожую. Здесь Артур нам, можно сказать, почти все до конца доделал. Чуть-чуть осталось с полом разобраться, с розетками. Ну, это уже такая мелочевка. Потом как-нибудь обязательно доделаем, когда будет возможность. В ванной я тоже стараюсь везде пройтись пылесосом. И обычно там всегда ждут какие-то меня сюрпризы, что-нибудь находится, то, что завалилось. Ну и, в общем, как обычно, уборка дома. Это всегда увлекательно, конечно, но долгосрочно. Я могу убираться целый день и не устаю от этого. Потому что люблю находиться дома с детьми, с хозяйством своим. Очень всегда переживаю, когда мне приходится уезжать. Потому что, ну, детешек не вижу и волнуюсь всегда, как они. И они по мне скучают. А когда я дома, мы стараемся заниматься какой-то совместной деятельностью. Долго, тщательно и интересно. А вы видели, как когда-нибудь такой способ очищения расчесок? Мне он нравится. Придумала я его сама, нигде не подглядела. Хотя я не спорю, скорее всего, кто-нибудь так делает тоже, как и я. Мне, по крайней мере, это удобно. У нас много-много девочек, у которых длинные-длинные волосики. Попугайчик наш прижился, уже спокойно реагирует на шум, гам, на детишек и даже на пылесос. Ну вот, вроде бы недавно убиралась, а дети опять все разбросали. Ничего страшного, дети играют, дети маленькие. Поэтому пускай все лежит, как лежало, никому оно не мешает. Решила опробовать лайфхак. В общем-то, в комментариях мне писали, что лак оттирает ручку. К сожалению, ничего не получилось. Но я не расстроилась. Я уже привыкла, что маленькие дети бывают, что разрисовывают мебель, обои, что-то портят, что-то ломают. Это дети. А я присела немножко поработать. Ну, как немножко. На самом деле, я набегами прибегаю и много работаю за компьютером. Сегодня, например, я смонтировала два ролика. Два сняла, написала статью на Яндекс.Дзене. В общем, дела кипят. А вот, как я и говорила, замешивается тесто на торты. Девчонки и мальчишки очень интересуются процессом. Леша тоже проснулся. Тоже сейчас будет помогать. Женечка, конечно, молодец. У нее очень хорошие получаются рецепты торта. И вкусно, и красиво. Сашенька тоже подросла. И сейчас большая-большая помощница. Складывает сухие вещички чистые. Дядя Саша развлекается. Ну, как без этого? Ведь когда тебя окружают дети, столько радости, столько задора и столько солнечных лучей дарят эти маленькие человечки. Саша развлекается. Интересный трафарет я купила совсем недавно. Чтобы детки обводили фигурки и их разукрашивали. Также можно просто поиграть, как в зверушек. Заинтересовалась очень София и Яков. Ну, а я решила, что пора поточить нам карандаши. Поэтому позвала Лешу и сказала, чтобы он этим занялся. Девчонки пока порисуют тем, что не сломано. Женечка тоже много работает за компьютером. у нее ноутбук и пока она печет свои коржи для торта она еще работает во фрилансе тоже монтирует видеоролики на свой канал индекс цен развивает также как и я и как лёша в общем сейчас мы стараемся заработать везде где только можно потому что наше хозяйство нам не приносит дохода коровы недавно болели и молока почти нет яйца покупают но слабо приходится сдавать перекупщиком однако есть у нас очень-очень радостная новость у меня окатилась сегодня козочка я вам решила в этом видеоролике тоже сделать маленькую вставочку с новорожденной а раз окатилась первая козочка значит скоро окатятся и все остальные и будет у нас козье молоко и козья продукция козочка молодая рожала первый раз немножко в шоке и маленькая ее дочка хочет пососать молочка но козочка от нее отстраняется она не понимает что происходит и не дает присосаться малышке к своим к своему вы имени мы ее поем из ковшика тепленькое молочко кстати говоря она очень быстро понимает как это делать и почти весь ковшик выпила самостоятельно и очень бодро козлята в основном рождаются вдвоем втроем но бывают и вот такие одинцы то есть один и очень здорово что родилась девочка возможно она останется в хозяйстве будет когда-нибудь дойной козой ну или поедет в какое-нибудь дружественное хозяйство тоже доход от продажи молодняка как говорится не помешает я пришла домой домываю свой пылесос у меня аж три вида пылесосов я очень люблю пылесосить и люблю когда чисто правда я уже об этом говорила да все знают что оля любит чистоту абсолютно все и даже в коровнике и дома я стараюсь ее поддерживать постоянно регулярно делать расхламление надеюсь этот видеоролик замотивирует вас тоже убраться дома если вам вдруг не хочется или приготовить например торт как женечка ну а я что я я делаю свои дела и все хорошо получается лёша с яковом прекрасно справляются точат карандаши мама не знаю чем я тут конкретно занималась что-то разбирала опять по второму по третьему кругу начать я уже устал вот так больше всех наверное работала а пока я просто так сижу снимаю я конечно другой контента на площадку яндекс дзена вконтакте и телеграм знаете как это выглядит вот так вот так за кадром я снимаю контент очень люблю общаться со своими зрителями люблю обратную связь читать комментарии очень рада что на меня везде подписываются недавно спрашивали меня в комментариях кручу ли я еще халаху кручу был момент когда его крутила очень активно и набила большую гематому сбоку болела не сильно но гематома была плотная и я ждала когда она полностью рассосется мазала троксирутином в общем все прошло и поэтому я сейчас возобновила свои занятия с халахупа мне лично очень нравится и мне кажется в тонус мой животик все-таки приходит есть шанс как что когда-нибудь я увижу у себя осенную талию ха 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 на самом деле мне так это не важно по большому счету это просто для меня упражнение уход за собой и мне приятно что я освоил этот халахуп правда в другую сторону у меня плохо получается ну что мои дорогие друзья пора заканчивать этот видеоролик с любовью к вам до новых встреч пока пока мои дорогие друзья я и и с и 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